А вот это довольно-таки интересно, поскольку Visa представила свою платформу токенизированных активов на базе RippleNet, которую вы обнаружите, проведя исследования. Понятно, почему учреждения не говорят о XRP, потому что когда придет время, по их выбору это будет самый ценный и недоступный актив на свете. Сегодня мы поговорим об этом, поговорим о том, кто сейчас лидирует в выборной гонке. Также мы поговорим о том, когда ждать To The Moon. XRP, субъективное свое мнение и на что стоит обратить в ближайшее время внимание. Что касается рынка криптовалют, то рынок криптовалют у нас сейчас стоит в боковике. То есть после того, как Bitcoin сходил со 66 тысяч на 60 и сейчас отскочил на 62, мы видим, что Bitcoin не сильно хотят быстро восстанавливаться. То есть некоторые из них все еще имеют отрицательную динамику за 7 дней. Также там Solana минус почти 4%, тот же XRP, кстати неплохо, за неделю пострадал на 11,5% и так далее. То есть на самом деле сейчас альткоины восстанавливаются не сильно быстро, хотя вот бот выкупал XRP и должен уже был закрыть сделку по XRP. Но из-за низкой волатильности, из-за того, что действительно XRP в рамках отскока еще толком не отскочил, мы видим пока что не такие результаты, как хотелось бы. Но и в то же время по ONT бот заработал и довольно-таки неплохо поторговал. Прибыль получилась, прибыль 552 доллара. Что касается атмосферы на рынке, сейчас мы видим, что присущ страх, то есть на самом деле люди, которые сейчас смотрят на рынок криптовалют, они не бегут здесь что-то покупать, потому что у некоторых еще есть такая мысль, что же будет после выборов США, насколько они пройдут мирно, насколько это будут демократические выборы и насколько в принципе обстановка в мире будет спокойна. Потому что на самом деле, если разразится какая-то еще война и эти войны локально вспыхнут по всему шару, то на самом деле рынок криптовалюты, хоть он и считается, как по мне, тихой гаванью, потому что на самом деле здесь мы видим, что действительно сохранить свой капитал можно и биткоин это доказал, доказал, когда была пандемия 2020 года. И сейчас в принципе я думаю, даже если что-то подобное будет, то биткоин тоже это докажет, хоть и через потенциально неплохую коррекцию, которая может случиться, а коррекция может быть в принципе потенциально у нас до ближайшей цели, я думаю, что отметка 56 тысяч долларов. Если все усугубится и биткоин снизится ниже 5.10 мувинга, то можем увидеть даже и 40 тысяч долларов за биткоин. Но опять-таки, что нужно для этого? Для этого нужно разочарование холдеров, людей, участников рынка криптовалют и как его добиться я вам укажу после небольшой рекламной паузы и мы поговорим о цене XRP. Оставайтесь. Криптостейкинг – технология, имеющая колоссальный потенциал, на сегодняшний день она активно набирает обороты и многие люди, в том числе и я, активно ей пользуются для развития своего финансового состояния. Передовые компании зарабатывают миллионы долларов прибыли за счет стейкинга в эфире, но я в свою очередь удовольствуюсь крохами в десятки тысяч долларов прибыли, что для меня также является достаточно весомой прибылью. Одной из такой компаний называется NoStake.U. Она дает возможность вложить свои деньги под высокий процент прибыли в стейкинг эфира. Это полностью автоматизированная система, работающая вашими средствами, работает стабильно и надежно как часы и большим плюсом, что вы в любой момент имеете возможность вывести свои средства из проекта. Я уже вложил в проект более 3 тысячи долларов, за несколько дней мой вклад дорос до 3400 долларов, но я уже пару месяцев планирую увеличить свой вклад до 15 тысяч долларов в данном проекте. Я уже давно изучаю данное направление, имею большой опыт инвестирования в подобные проекты и уверен в свои результаты. Но вы можете следить за моим успехом, буду активно делиться новостями по данной инвестиции с вами в своих роликах. Для ребят не упускайте хорошую возможность увеличить свой капитал. Ссылка на проект в описании под роликом. Дело в том, что действительно многие привыкли к тому, что биткоин после халвинга растет. Я думаю, что здесь вот после халвинга в рамках вот такой ситуации, которая у нас есть сейчас в геополитике, вообще в мире, все может немного быть иначе. И вот некий такой коронадамп может быть сейчас и только потом. Может быть восстановление рынка криптовалют, на него тоже понадобится время. Но я считаю, что сейчас абсолютно любой человек может купить криптовалюту и он выиграет так или иначе. И действительно это немного, скажем так, немного это ужасает. Особенно тех участников рынка, которые пережили не один цикл. То есть если мы говорим про покупку криптовалюты, какой у нас сейчас, купить их по дешевой цене и продать по высокой, то, как по мне, это выглядит очень как-то легко. Вот такое ощущение, что нету какого-то еще одного дампа, который бы, наконец, был бы финальный и который бы, в принципе, уже, скажем так, знаменовал, после которого знаменовала новая бычая фаза рынка. Должен признать, что на трехмесячном таймфреме не все так плохо. То есть биткоин, такое ощущение, что он просто выкуплен и выкуплен с 48,9 тысяч долларов и выше. И, соответственно, здесь я считаю, что не все так плохо на самом деле на трехмесячном графике, на полугодовом графике. То есть на самом деле. Хотя вот полугодовой график, такое ощущение, что здесь такая некая двойная вершина формируется. Двойная вершина в рамках чего? В рамках 2021 года, 2022, вернее, 2021 года и 2024. И, как следствие, большой дамп. Ну, то есть это тоже можно, в принципе, объяснять. Суть в том, чтобы сюда не класть все деньги, весь капитал. И чтобы, естественно, эти деньги сохранить, приумножить и так далее. Если мы говорим про XRP, то здесь картина немного иная от биткоина. Дело в том, что XRP сейчас не торгуется около хайов. То есть если биткоин, духая, ему остается 10 тысяч долларов, грубо говоря, это движение, которое биткоин может сделать очень легко, как по мне. И это порядка 16%. То у XRP, в принципе, ситуация такая, что он не у хайов и даже не у локальных хайов, которые были в 2021 году. И, соответственно, я считаю, что таким образом мы имеем удобную позицию с точки зрения покупки данного актива, данного токена и так далее. Поэтому здесь я считаю, что набирать, в принципе, от 29 центов по 53 цента я считаю незазорным, если мы говорим про долгосрок. Опять-таки, трудно спрогнозировать, что будет в ближайшее время. Но, как по мне, здесь одно сплошное накопление. То есть XRP довольно-таки длительное время, особенно с 23 года стоит. С отметки 43 до 56 центов он торгуется. И это очень долго. И какая здесь вообще есть развязка? Это развязка решения суда. Решение, значит, наконец-таки между Ripple и SEC, когда они решат уже пойти на мировую. Или же все-таки уже какая-то сторона выиграет. Ну, соответственно, другая сторона проиграет. Только в таком случае можно будет говорить о полноценном бычьем рынке. Потому что для Ripple компании откроется много всего нового. То есть они могут и пойти на IPO, они могут также, в принципе, запускать ETF и так далее и тому подобное. То есть это все те драйверы, которые могут подтолкнуть цену XRP наверх. Если мы говорим про, значит, президентские выборы, то понятное дело, что Дональд Трамп угрожал Гэри Бенслеру, что он его уволит в первый же день. И, соответственно, здесь уже участники криптосообщества, они видят, что сейчас уже все поменялось. Мы видим, что Трамп лидирует. У него 53% голосования у Камала Харрис 46%. То есть так или иначе Трамп сейчас оторвался от Камала Харриса. И это, кстати, случилось после того, как они с Илоном Маском сделали выступление. Поэтому на самом деле, конечно, трудно судить, кто выиграет. Я считаю, что и моя позиция непоколебима, что вне зависимости от того, кто выиграет, политический курс, геополитический в целом США, он не изменится в целом. Поэтому на самом деле верить все время тем или иным президентам, которые много обещают, я бы не стал. Но это как, не знаю, выбирать какого-то мэра города, который обещает дороги переделать, всем помочь и так далее. Но этого никогда не будет, ни в коем случае. Если мы говорим, значит, про интересные вещи, то, что индикатор шириной полосы Боллинджера в настоящее время их сигнализирует о чрезвычайно низкой волатильности. В последний раз мы видели этот уровень незадолго до главного бычьего роста в 2017 и 2020 годах. То есть на самом деле вся ситуация сейчас повторяется. И мы, в принципе, сейчас стоим у того, что действительно XRP может взлететь. И на самом деле этот взлет, я считаю, что будет минимум 1000% от дна 2022 года. Напомню вам, что это 29 центов. Если мы говорим про 1000%, то 2 доллара 90 центов XRP может в этом цикле легко стоить. Пайн уже стоит отметить, что значит, я не знаю, на самом деле это достоверно или нет, но скорее всего нет. Но в Твиттере пишут, что сжег на 50% подтвержден. То есть именно речь идет о том, что сожгут половину эмиссии XRP. Речь, видимо, идет о той эмиссии, которая, значит, еще не разблокирована. Но, по сути, в документе Ripple, дорожной карте, так и написано, что до 27 года они будут разблокировать XRP. И поэтому сжигание здесь не предвидится. Поэтому на самом деле, скорее всего, это фейк. И эта информация не соответствует действительности. Ну и по итогу хочется сказать, что BitFenix указали на снижение риска внезапного падения биткоина. На самом деле, я бы не был так уверен. Потому что, значит, вот это внезапное падение, когда в СМИ пишут, что его не будет. Тем более, какая-то биржа, видимо, либо это реклама биржи попутно идет, либо еще что. То я бы, наоборот, все-таки готовился к тому, что это возможно. Потому что, когда, в принципе, сейчас из всех утюгов говорят, что будет to the moon. И что вот каждый там полгода, год после хауинга биткоин растет, идет в бычий рынок и так далее. То я думаю, что вот, когда это случается много раз, после хауинга биткоин показывает бычий цикл, альткоины растут. То вот сейчас все может быть иначе. Действительно, это внезапное падение, оно имеет место быть. По одной простой причине, действительно, в мире непонятно, что сейчас творится. И если это раньше был коронадамп, коронавирус, вот так вот пандемия пришла и действительно валила рынок. Но он, кстати, быстро относительно восстановился. То есть, еще в 2020 году мы увидели там биткоин, грубо говоря, по отметке в районе 4000 долларов. Но затем мы увидели биткоин спустя какое-то время, в 2021 году, уже, значит, по отметке 68000 долларов. Поэтому я считаю, что действительно, если падение и будет, оно будет быстрым. Но его также быстро выкупят данное падение. То есть, выкупят те альткоины, которые не сильно еще потеряли в цене. И то же самое сделают с биткоином. То есть, его выкупят и потом запустят наверх. Почему? Потому что сейчас, кого не спроси, все уже криптоэксперты. Хотя они могли еще вчера не знать о криптовалюте, условно говоря. Сегодня они уже все миллионеры. И это действительно пугает. Почему? Потому что много хомяков, просто много хомяков пришло на рынок. Все покупают биткоин, все накапливают криптовалюту. Но на самом деле, я считаю, что так вот не работает. То есть, нужно крупному игроку определенно побрить толпу, определенно забрать деньги и только потом уже их раздавать на хаях. Поэтому здесь, то что мы видим по биткоину, на недельном таймфрейме, на самом деле, немного ужасает. Но в том плане, то что действительно мы не видели биткоин по 70 тысяч долларов с отметки июня 2024 года. То есть, еще с того времени. Но и в то же время, то есть, здесь нету пробоя как таковой трендовой линии. То есть, мы все время, вот хай понижается, 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 понижается. И к чему это приведет, действительно непонятно. То есть, можно сказать одно, что в долгосрок, определенно, биткоин там будет выше тех отменок, которые мы видим. Это 73 тысячи долларов. Но вот сейчас, в средний срок, действительно падение, которое может быть внезапное, большое, сильное, оно может быть. И поэтому я считаю, что, скорее всего, оно будет после того, как сейчас рынок отрастет на некоторые проценты. Будет эйфория, но в то же время, это эйфория быстро и остудит, как по мне. Вот такие дела. Подводя итоги, что можно сказать, то что по XRP, то есть, мы не видим как такового отскока. То есть, мы видим, что на недельном таймфрейме пока что мы, значит, имеем повышенное дно локальное. Что говорит о том, что потенциально здесь крупный игрок имеет интерес и пока что держит XRP выше 53 центов. И вполне, в принципе, мы можем уже на этой неделе пробить 54.7 и 56.2 уровень и пойти выше. То есть, вопрос только времени и ожидания. То есть, так как неделя, ну, относительно, только началась, то мы видим, что еще за 5 дней вполне себе картина может измениться. Ну, вот такие дела. Всем пока и до новых встреч.